Вы знаете, в чем угроза очень большая? Что если будут уничтожены или снивелированы независимые профсоюзы, останутся карманы, которые делают пить, что они профсоюзы, бизнес, так сказать, на имени профсоюза, то государство останется в дальнейшем один на один с олигархами. Оно не справится. Потому что те же олигархи, они и контролируют органы власти. То ли Кабмин, то ли администрация президента. Вместе с Порошенко. То ли парламент, то ли местные органы влады. Они контролируются капиталом. И нельзя говорить, что капитал плохой, все они плохие. Ну природа такая капитала. Получить прибыль и получить сверхприбыль. Должно быть справедливо при распределении доходов. Материальных средств должно быть справедливо при распределении. И государство здесь должно опираться на профсоюзы. И государство должно быть, как весы, строить баланс между сторонами, между работодателями и профсоюзами. А если государство гнобит профсоюзы и создает протекцию лже-профсоюзам вместе с работодателями, то там внизу они бросили и затоптали простых людей. Пенсионеров, одиноких матерей, трудящихся и так далее. И если на заводе Южмаш 80 миллионов задолжений по зарплате, и знаете, как эта задолженность возникла? Ну в результате войны Россия отказалась от заказов. Государство не обратило внимания на то, что можно разместить заказы, можно организовать производство, возможно, тракторов, чего угодно, чтобы только не потерять рабочих, чтобы они не потеряли квалификацию. Там есть танки, высококлассные специалисты. Им не дали этого сделать. Ничего не сделали. Люди не получают зарплату. Вот в высокотехнологическом предприятии. Я туда ездил. А ты ничего не можешь сделать, потому что ты можешь прийти к стенам парламента. Я как бывший депутат могу зайти в кулуары парламента. Но когда депутат заходит уже туда, на территорию зала парламента, к своей кнопке, он там подчиняется лидеру фракции. Существуют командные правила. Лидеры фракции или получают команду от президента, от премьера, или согласовывают, или на свое усмотрение как бы так решают. И все. Пять человек решают, как голосовать депутатам внутри парламента, а над ними там стоят еще смотрящие, стоят там другие.